Здарова народ! Приветствую всех! Это игра Dark Genesis, будет ее обзор. Ну, первый минус, который я заметил, ну, как вы можете сами посмотреть, это, к сожалению, вертикальный геймплей. Но игра довольно хорошо и качественно сделана. Давайте просто ради приличия я вам покажу хотя бы пару боев. Итак, мы можем выбирать различных героев. Мы можем их покачивать, вешать, доспить, это я потом все покажу. В чем здесь мне понравилось преимущество? Просто, к примеру, давай вот так вот сделаем, и мне надо героя переставить, чтобы один, к примеру, был в центре. Здесь мы можем их менять по расположению. Да, бой здесь, в принципе, автоматически. Мы можем так же, как и в других играх, регулировать спецспособности. То есть, либо сами их нажимать, либо они будут автоматовать. То есть, есть юниты поддержки, атаки, защиты и хиллеры, так сказать. Так, ну, также разные классы типов. Она немного мне напомнила игру Лигу Ангелов. Ну, да, она так, отдаленно ее напоминает, правда, я до сих пор не могу понять, почему в такой неплохо, хорошо даже сказать, сделанной игре, вертикальной геймплей. Ну, пошли в битву. Подеремся немного. Вот начинается у нас бой. Скорость пока я увеличивать не могу. Ну, это на первых этапах, скорее всего, потом сможете. Ну, можно, как говорится, использовать различные приемы, либо вручную, либо на автомат. Как видишь, спецэффекты здесь есть, и довольно неплохие сделаны. Попилка пошла. Очень удобно следить здесь за хп персонажей ваших. Здесь, на поле боя, ну, зачастую фиг, что поймешь. Все. Есть у нас также еще алтарь призыва, где мы можем призывать, но мы здесь призываем не сами картинки героев, так сказать. То есть у нас есть алтарь призыва. На каждой очке мы можем тут призывать различных героев, также можем призывать их за алмазики. Есть герои разных типов, делятся они на легендарных, мифических, я так понимаю, здесь эпические, мифические, вот такие вот будут, артефактные герои. Ну, все распределение, как обычное. Так, давай, просто на героя клачем. Клачем. Мы можем его, к примеру, усилить. Усиление у нас идет, усиливает его максимальный, возможно, допустимый уровень. Видишь, от чего растет здоровье и атака. К примеру, мы берем усиление здесь. Все взяли. Гуд. В чем прикол? После усиления мы получаем еще дополнительные возможности данного персонажа. И потом можем повышать его уровень. Еще плюс добавок увеличивая способность. После максимального уровня нам нужно будет опять делать усиление. Усиление, как правило, довольно-таки дорогие, так что сильно не увлекайтесь этим. Мы можем их экипировать. То есть, к примеру, снять все и экипировать. Все. То экипировка, что она дает, я думаю, каждый может догадаться. Есть, как говорится, специальные способности под названием восхождение. Ну, от эпического к эпическому, в принципе, они не меняются, но получают дополнительные количество улучшенной характеристики. Можете посмотреть. И максимально возможный уровень. То есть, у меня, к примеру, пока уровень максимальный 100, после восхождения он уже будет максимальный 145. И навыки уровня. Они здесь, да, не качаются. Отдельно не качаются, только вот именно восхождение. Еще один из интересных моментов в этой игре. Меня он тоже немного даже порадовал. Смотри. Здесь у нас есть так называемая кузница. Кузница здесь не такая простая. По ходу игры мы будем получать различные артефакты. Мы можем накопить, например, большое количество вот таких вот мечей слабеньких. Но слабенький меч мы можем модернизировать в более сильный. То есть, соединяем. Получаем. Видишь, оружие более мощной силы. Все, получили. Дальше. Мы можем также это оружие соединять с другим. То есть, вот где мы это оружие получили. Вот, к примеру, у нас это оружие. Мы хотим сделать, к примеру, меч покруче. К примеру, тут вот рейтинг. Атака такая вот у нас будет. У нас будет, к примеру, здесь уже атака 276. 216. То есть, с этого оружия, если у нас их несколько, мы можем модернизировать в этом. В принципе, неплохо сделано, да? Ну, соединяем. Не можем соединить, потому что у нас нет этого оружия. Так, здесь мы вроде можем три меча этих соединить в одной, если я правильно понял. Нет. К сожалению, пока не можем. А жаль. В общем, оружие мы можем соединять. Так же, как можем соединять доспехи. То есть, увеличивая его рейтинг, так сказать. И все остальные, так сказать, вещи. Правда, здесь доспехи, ботинки, мечи и амулеты. Нету, жалко, перчаток, шлемов. Потом напишу разработчик, чтобы он и добавил. Был бы намного прикольнее и интереснее. Но тут насчет баланса, конечно, может это не очень хорошо и соблюдаться, в принципе. Так же, у нас имеется возможность отправлять своих бойцов на различные задания. Когда мы отправляем своих бойцов, здесь есть условия выполнения. Во-первых, нужен герой определенного, не менее определенного ранга. А также нужны различные школы. Огня, к примеру, там, леса, воды. Нужно собирать школу. То есть, к примеру, мы берем эту школу огня. Кого мы сюда запендюрим? Вот тебя. Теперь нужна школа леса. Ну, тебя. Все, отправляем. Требует определенное количество очков к действию, которые мы получаем, проходя кампанию в основном. И некоторые другие побочные квесты. Все, не отправились, они на нем вот такую вот ерунду достанут. Вот, свиток-брезы. Неплохо, прикольно и довольно-таки интересно сделано. Можно, да, отправлять за кристаллы. Правда, погоди-ка. То есть, 300 кристаллов. А, это я уже отправил, это они сделали. То есть, мы можем моментально, повторно это сделать. А, или через 6 часов. Слушай, интересно, что через 6 часов мы можем по-новому их отправлять. А вот это вот я не обратил на это внимание. Что ж, да, большинство также опций будут открываться вам именно по мере прохождения и повышения вашего общего уровня. То есть, вот, есть общий уровень. Чем он у вас будет выше, тем выше вам будут возможности открываться в игре. Да, вот поэтому он очень сильно напоминает мне Лигу Ангелов. Дальше, поехали. Есть, так сказать, как бы это вот назвать правильно, основной центр, где у нас будут происходить различные виды боев. Вот, говорю, это неудобно вертикальные гипотеки, что мне вот нормально не рассмотреть вот эти вот картинки все. К примеру, могу сделать так, ну ладно. Также, от времени нахождения в игре вам будут даваться призы. То есть, да, чем больше в игре находитесь, тем больше, что плюсок. Ну, их тут не так сильно много, но максимальное вот количество. Я не знаю, это одноразовое, неодноразовое. По идее, вряд ли это будут одноразовые. Скорее всего, это многоразовые. Каждый день, определенное время, время находишься и те вот такие плюшечки давить. Неплохо, в принципе. Вопросов нет. Ну, здесь вот открываются основные, к примеру, вот. Это у нас крепость, где мы получаем различные камни, нужные для улучшения героя. А, также, еще хотел кое-что отметить. А в алтаре призыва мы получаем сразу готовых героев. То есть, не картинки, а получаем именно героев. Также, у нас есть возможность, например, у нас есть, ну, сейчас у меня одинаковых героев вроде нету, да я посмотрю. Ну, мы можем соединять одинаковых героев. Ну, так, к сожалению, у меня нет. Тут надо их как минимум три, чтобы было основной и две части этого основного. Мы можем соединять, усиливая их, как говорится, параметры. И, ну, точнее, как не параметры, а у них улучшается возможность получения максимально возможного уровня. Вот так вот, объясню. Имеются различные ивенты. Ну, в таких играх подобного рода, ивентов, честно говоря, всегда хватает. Прикольно. Все, например, Valhalla ивент. Получаем различную ерунду, а не можем. То есть, нам владеть шестью героями. То есть, нам надо определенным количеством героев владеть этого типа. Довольно-таки прикольно. Я бы не знал, как это вот назвать правильно. Наверное, одной тоже из особенностей этой игры. Вот, например, у нас много одинаковых героев. Мы можем через дирижабль данных героев разобрать. То есть, на запасные составные части. Да. Здесь хотя бы у нас не будет такого, что у нас тут тысяча героев, и мне, не знаю, хватаешься за голову, не знаешь, какого, блин, выбрать, потому что их нельзя переименовать. Нельзя их сделать в отдельную группу избранного. В играх такого рода мне всегда не нравилось то, что я не могу взять эту пачку героев свою определенную и поставить их в избранное. Вот это мне не нравится. Конечно, вот вам, если вы играете небольшое количество игр, вам будет это удобно. Здесь можно запомнить визуально. Я же чисто физически не могу запомнить визуально, потому что играю слишком большое количество игр. Они постоянно у меня меняются. И запомнить в какой-то одной игре что-то визуально, это, в принципе, можно, но это слишком тяжело. И нагрузочка слишком большая, так сказать. Ну, в принципе, да. Такое более-менее подробно об игре я рассказал. Игра довольно-таки хорошо сделана. Качественно, хорошие спецэффекты. Есть много различных ежедневных на этих заданий. Есть тут и сокровищниц. Многие еще не пооткрывались просто. О, смотри, сколько здесь надо еще получить. Прохождение заглавы. То есть, да, здесь реально есть народ, чем заняться. В принципе, на этом я обзор закончу. В игре много чего есть. Интересно, в нее интересно поиграть. Я думаю, если игра сделана правильно, то, в принципе, не будет здесь такого, что на определенном моменте вы просто станете и рогом уплете стену, как в других играх. Такие игры, к сожалению, есть и не можете дальше развиваться. Тут, то есть, развитие здесь, я посмотрел, идет постепенно, да, плавное такое, аккуратненькое. Плавное и не слишком напряженное. В принципе, это должно всех устроить. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Если знаете, игры подобного рода, желательно... Ну, широкоформатные бы мне, блин, я говорю, единственное, отстой здесь, то, что эта игра, она не широкоформатная. И вот не могу понять, почему. Широкоформатным дисплеем у этой игры было бы намного больше игроков.